Добрый вечер, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Всем добрый вечер. Сегодня будем говорить о том, как избавить себя от воздействия на вас раковых клеток. Вы знаете, раковые клетки есть у каждого, должна вам рассказать. Да вы и сами об этом знаете, особенно те, кто часто посещает мой канал. Так вот, раковые клетки превращаются, так сказать, в опухоли и во всё это, если, ну в рак я имею в виду, если их количество превышает норму. Они имеют свою функцию, они тоже борются со всякого рода там вещами, которые нежелательны в нашем организме. Они не просто так, но когда их процент становится больше, вот тогда, дорогие мои, всё, тогда опять-таки запускается запущенный процесс. Вы себя запустили, это значит, вы много ели, вы много ели жареного, вы много ели и пили, и курили, и вы запустили такой процесс в организме, который уже назад, ну вряд ли можно что-то исправить. Хотя, хотя есть случаи, которые, например, описывают верующие люди, благодаря вот этому мощному духовному и физической работе над собой, они запускают и приводят в норму свой организм, и организм вновь начинает работать как часики. Описываются это как чудеса. Я не могу сказать, что это чудеса. Это нормально. Господь Бог может всё. Но в вашей, Он даёт полное право выбора. Он говорит, вот вам всё, пользуйтесь. Вот вам всё, пожалуйста. Все мои дары, всё я вам даю. А теперь включайте мудрость, саморазвивайтесь, обучайтесь. И получайте, получайте здоровье, получайте, я не знаю, радость в этой жизни. Ну всё, включайте, я вам даю всё. От нас зависит, получать или нет. Сейчас я вам скажу о том, что зимой, вот сейчас, в данный момент, нам поможет. Нам поможет, казалось бы, такие вот простые помидоры. Но какие помидоры? Ни в коем случае, чтобы не было там искусственного вот этого уксуса. Помидоры в собственном соку, но использовать нужно свой домашний уксус. Я делаю сама, у меня есть видео, и у меня, конечно же, есть рецепты домашнего уксуса. Пожалуйста, используйте эти рецепты, делайте домашний уксус и на их основе закатки. Вот, ни в коем случае не используйте лимонную кислоту. Можно использовать лимонный сок, но нельзя использовать лимонную кислоту. Это страшная отрава. Ликопин – это то, что остановит рост клеток раковых, размножение их. Именно ликопин. Поэтому закатанные помидоры в собственном соку, именно о них я сейчас говорю, без искусственного уксуса, очень даже вам помогут. Также томатный сок, но натуральный, 100%. И чтобы там не было, опять-таки, искусственного уксуса. Что такое? Вот этот ликопин, его полезные, наиболее изученные фракции, он начинает обнаруживаться в тканях организма примерно через 10-20 суток после начала регулярного употребления в пище томатов. Ну и других продуктов, его содержащих. Вы представляете? 10-20 суток. То есть вам надо... Сегодня, да, я сегодня ела помидоры. Нет! Это я, как вам говорю, это нужно делать. Это нужно делать, дорогие мои. Постоянно. Это нужно делать бесконечно. У нас, кстати, сейчас я отступление сделаю. Привезли вот такие большие камни. Здесь были маленькие уже, знаете, как... И вот такие вот булганы опять привезли против больших, больших волн. Они ломают волны, не дают волнам размывать берег. Не знаю, откуда их привозят. Так вот, дорогие мои, все нужно делать курсами. Как я говорю, кур-са-ми. Курсами употребляем томатный сок. То есть, это значит, вам надо, допустим, полмесяца или месяц именно посидеть на томатном соке. Себе сделайте ужин. Ужин томатный сок. Томатный сок густой, он уже как питание. Его можно с черным хлебом кушать. Вот и все. Больше ничего не нужно. Вот это ваш ужин. И это очень хороший ужин. Есть данные, что особенно мощное воздействие томатный ликопин оказывает в сочетании с сырой морковкой или морковным соком. Учтите это. В качестве антиоксиданта эти продукты несколько замедляют рост уже образовавшихся атеросклеротических бляшек. Это распространенное салатное сочетание огурцов, помидоров. Но лучше помидорки отдельно, а огурчики отдельно. Но можно и так. Нейтрализуют там многие полезные вещества. Вы знаете, вот если огурцы с помидорами, то там происходит нейтрализация полезных веществ. Это уже доказано. Происходят просто некоторые химические реакции в такой смеси огурцы-помидоры. И вы убиваете полезные вещества. Вот не знаю почему, но огурцы в помидорах что-то убивают, а помидоры в огурцах. Просто хочу, чтобы вы об этом знали, чтобы вы об этом помнили. Это так. А здесь все стучат. Уже вечер я сделала пробежку. Уже поздний вечер, а здесь все стук-стук, стук-стук. Все что-то делают, все что-то ремонтируют. Вот это я хотела, чтобы вы знали и не сочетали огурцы с помидорами. Конечно, можно есть, но зачем вам портить продукты. Тем более, если вы сейчас об этом узнали. С другой стороны, вот это смешение может отлично улучшать перистальтику кишечника. Это у кого запоры. Поэтому, у кого запоры, можете помидорки с огурчиками все-таки смешивать. Это все будет способствовать введению застойных шлаков и каловых камней. Ну, наличие негативных эффектов от огуречно-помидорного сочетания. Несколько, конечно, преувеличено, но есть. Нужно об этом узнать. Диетологи, я имею в виду не наши диетологи, и наши диетологи, они все списывают у американских диетологов, и выдавая это за свое. Это уже просто до смешного доходит. А я говорю за диетологов, которые действительно сидят в лабораториях, у которых выделяются на это финансы, а это именно в Соединенных Штатах Америки, в университетах. И там провели это исследование. Именно они выяснили, причем не так давно, буквально 2-3 года назад, что огурцы и помидоры ядерная смесь, которая просто друг друга, в общем, уничтожает в полезности. Но, тем не менее, для кишечника, для всего такого хорошо действует. Так что вы должны об этом помнить и знать. Про наш ликопин также. Я еще хочу, знаете, чтобы вы знали, что наружно мякоть томатов применяют в виде питательных масок. У меня одна из самых любимых масок – это помидоры. Даже закатанные я беру помидорки, смешиваю с содой. Вот начинается вот этот процесс и сразу накладываю. Так, что-то я увеличила так. Знаете, непонятно, почему-то. Вот так вот я сделала и нарушила красоту почему-то. Увидела собаку и немножечко отвлеклась от вот этой своей морской красоты. А у нас, смотрите, уже все-все-все светится, все горит. Такая красота в железном порту зимой. Ну, просто прелесть. Никого нету, тишина. Ходишь, занимаешься спортом, бегаешь и получаешь максимальное удовольствие. Так что мякоть томатов. Делайте из мякоти обязательно масочки. Не знаю, может быть, не каждой женщине подойдет, но мне подходит. Это я, уже у меня есть видео, делилась с этим. И есть данные, что помидорные аппликации, они снижают заметность варикозной, венозной сеточки на коже нижних конечностей. Поэтому, как я и говорю, что все маски, которые я делаю на лицо, я наношу обязательно на руки и на ноги можно. Вот именно на ноги нижних конечностей делайте такие аппликации. Вот так. Ну, а у нас помидорный рай, поэтому мы босиком по помидорчикам очень даже любим походить на вот этих полях, что я вам показывала. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Здоровья вам, счастья. Ну, а я и сделала и пробежку, и прогулку с вами. И теперь, теперь возвращаюсь. Пошлите уже вечерок. Пора додому. Додому. До хаты. До дома, до хаты. До милой мати. Все. Люблю вас. Будьте благословенны. Пока-пока.